По городу Бичкека все чаще можно увидеть вот такие китайские автобусы. Сегодня их по городу разъезжает более 180 единиц и они обслуживают 19 маршрутных линий. Водитель Мэрэмбек Султонкулов отмечает преимущество новых автобусов. Для него особенно важно наличие коробки автомат-передач. Это повышает безопасность движения. Можно сконцентрироваться на дороге, не отвлекаясь на переключение передач. Удобно, немало удобств и для пассажиров. Вот такое есть сидение для инвалидов. Так удобно. Оттуда заходят, есть, туда сядут. И вот у нас есть автобусы, бандус. Вот для инвалидов. Подъезжаем на остановку, закрываем открыт. Как заходят, потом закрываемся. Такие движения есть в этом автобусе. Общая длина новых автобусов составляет 11 метров. Общая вместимость более 70 человек. Из них 28 посадочных мест и 48 стоячих. И для безопасности граждан были установлены камеры видеонаблюдения. Газовый двигатель – это еще одно преимущество китайских автобусов. Благодаря ему в несколько раз ниже показатели выброса вредных веществ в окружающую среду. По сравнению с дизельными двигателями, выбросы углерода в новых моделях снижены на 20-30%. А соединение серы, которое служит причиной хронических заболеваний легких, на 99%. Как вы знаете, сейчас вопрос стал экологии города Бишкек. Ежегодный вопрос чистоты экологии. Поэтому было решено, принято даже, что приобретать газовые, экологически чистые автобусы. Подвеска у новых автобусов очень мягкая. Благодаря новым подушкам двигателя она поглощает все удары при проезде неровности и снижает вибрации от работы мотора. Всего одной кнопкой можно отрегулировать высоту дорожного просвета. Просторный и комфортный. Так же, дизельные Бишкек оценили автобусы из Китая. Здесь есть разъемы для зарядок. Это очень удобно. К примеру, если телефон разрядился, а пауэрбанк не с собой, то в пути можно зарядить свой телефон. Этот автобус очень просторный. Внутри летом прохладно, а в холодное время очень тепло. Я вот слышала, что скоро в город завезут еще партию таких автобусов. Было бы замечательно. Они намного комфортнее маленьких маршруток. Изначально в январе 2022 года для Бишкека была закуплена первая партия китайских автобусов с газовыми двигателями. 120 машин. Они настолько себя хорошо зарекомендовали, что в мае 2023 года с конвейера сошел первый автобус уже из новой партии, предназначенной для отправки в Кыргызстан. Когда наш президент поехал с визитом в Китайскую Народную Республику, он был ознакомлен с этими автобусами. То есть там уже презентовали первые единицы автобусов, которые мы купили в этом, тысячи автобусов в рамках «Один поезд, один путь». Многие из этих автобусов накатали по дорогам Бишкека уже несколько тысяч километров. Прошли проверку и зимними, и летними дорогами. Отказов не было. Техника рассчитана на самые суровые условия эксплуатации. Надежность техники должна быть на первом месте, ведь эти автобусы перевозят горожан в любую погоду, в любое время года. Как достигается необходимый запас прочности? Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И это удалось моей коллеге, корреспонденту Сидичин Русский. Она побывала на испытаниях этого автобуса в Китае. Эта дорога не для гоночных машин, а для проверки автобусов на пригодности. За моей спиной идет имитационное испытание на концевой дороге, на которой три полосы с уклоном до 40 градусов. Это обязательное испытание для всех автобусов перед выпуском с завода. Подобных испытаний на этом полигоне в городе Чжинчо в центром Китае множество. Тест на подъем, тест на герметичность салона при преодолении водных преград. Кроме полигона, есть еще и закрытые помещения, где автобусы проходят дополнительные испытания. Их перечень напрямую зависит от особенностей климата страны заказчика. Сейчас в соседнем помещении идет испытание автобусов при низких температурах. На этом экране можно увидеть, что сейчас внутри температура примерно минус 40. Такое тестирование особенно актуально для автобусов, которые эксплуатируются в странах с экстрематными погодными условиями, в том числе страны Центральной Азии, где зима особенно холодная. Все компоненты кузова, шасси, электрического оборудования должны пройти испадание в условиях низкой температуры. Мы также используем вакуумное стекло, сверхплотный материал обивки салона для сохранения тепла. После включения от обители температура внутри автомобиля поддерживается на уровне 18-25 градусов. Можно сказать, зима в автобусе теплая, как весна. В последние годы все больше автопроизводителей из Ганер рассматривают в качестве главного целевого рынка страны Центральной Азии. В марте этого года 800 автобусов из Китая на новых источниках энергии поступили в Узбекистан. Крупнейший заказ из всех стран в Тольпосе пути в этом году сделала Киргизская республика. Тысяча автобусов, работающих на сжатом природном газе. Это новый рекорд. И, видимо, не последний. Сидите русские совместно с Аллату-24. Чжэнчжоу, Пишкек. Пишкек. Чжэнчоу, Пишкек. Продолжение следует...